Привет, друзья! В моем доме сегодня пахнет яблоками и корицей. В теплом молоке растворяю свежие дрожжи. Можно заменить сухими, тогда понадобится примерно 5 граммов. Выливаю в мисочку, добавляю растительное масло без запаха, одно яйцо, сахар, немного соли, ванилин или ванильный сахар можно. Перемешиваю и начинаю водить муку. Муку я всегда, ребята, просеиваю, тогда выпечка получается очень нежная и воздушная. Всю сразу не добавляю, ввожу постепенно. Еще добавляю муки. Когда тесто уже неудобно вымешивать в миске ложкой, перехожу на стол и выкладываю тесто. И-ху-ху, прилипло тесто. Если тесто сильно липнет, немножко присыпаю стол мукой. Тесто любит, чтобы его хорошенечко помесили, полюбили. Тогда оно становится воздушным, нежным и очень мягким. Прям как женщина. Пособие для мужчин. Ну все, готово. Тесто получается мягкое, нежное такое, ну прямо живое. Выкладываю его в мисочку, накрываю полотенечком и даю подойти. Пока тесто подходит, приготовлю начинку. Сковородку на огонь. Граммов 40 сливочного масла. Пусть тает. А в это время подготовлю яблоки. Лучше брать кисленькие. От кожицы можно и не очищать. Вкусно и так, и так. Нарезаю на кубик. Отправляю в разогретое масло. Добавляю 3 столовые ложки сахара. Перемешиваю и тушу яблоки, пока они не станут мягенькими. На это уйдет примерно 5-7 минут. Периодически помешиваю. Если любите корицу, можете добавить 1 чайную ложку. Яблоки очень хорошо сочетаются с ней. Когда яблочки стали мягкими, добавляю 1 столовую ложку картофельного крахмала. Перемешиваю и тушу еще 1-2 минуты. Готовую начинку перекладываю в мисочку. Пусть остывает. Оп! Тесто подошло. Сейчас будем формировать трубочки. Ой, какое оно нежное, воздушное. Просто, просто обалдеть. На стол немножко растительного масла. Выкладываю тесто. Обминаю. И делю на части. Я это делаю вот так вот. Беру один шарик. Эти прикрою полотенцем, чтобы не заветривались. Раскатываю лепешечку в круг. Довольно-таки тоненько. Делаю надрез от края к серединке. Начинку. Выкладываю возле надрезика. И, ребята, беру и сворачиваю в трубочку. Вот так вот, по кругу. Вот такая трубочка получается. Краешек фиксирую хорошо. И выкладываю на противень с пергаментной бумагой. Накрою полотенцем. Пусть отдохнут 10 минут. Отдохнувшие булочки смазываю яйцом. Ставьте лайки, друзья, за мой шедевр. Булочки ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Какие красавцы. Примерно на 30 минут. Вот что у нас получилось. Накрою полотенцем и дам остыть. Булочки остыли. Вы только посмотрите, какие они красивые. Ну что, будем пробовать? Очень мягкие. Что же у нас здесь в серединке? А в серединке очень много ароматной яблочной начинки с корицей. Ну что еще нужно для булочки? Ставьте лайки, друзья. А мы пить чай. По желанию булочки можно присыпать сахарной пудрой. Как снег, да? Конечно. Ну, еще тепло, еще осень. Вот такая вот красота, друзья.